Здравствуйте, уважаемые шестиклассники! Мы продолжаем изучать историю России с древнейших времен до шестнадцатого столетия. То есть, история России в шестом классе. Сегодня у нас четвертое видеозанятие. Первобытное искусство и магические верования древнего человека на территории нашей страны. Ну, если коротко, это первобытное верование и искусство. Надо сказать, что начальное религиозное представление человека зародилось здесь уже в глубокой древности, примерно сорок тысяч лет тому назад. Вообще, историки, ученые-историки предполагают, что первые религиозные, примитивные, правда, верования, они появились где-то в семьдесят, даже, может быть, более чем семьдесят тысяч лет тому назад. Как зафиксировали ученые? Вот такое положение дела, что появляется первое верование. Дело в том, что на это указывают захоронения древнего человека. То есть, они, эти захоронения, свидетельствуют о том, что у человека появляются представления о загробном мире. То есть, захоронения стали систематически однообразными, ориентированными строго по сторонам света. То есть, все свидетельствовало о том, да, и в захоронения закладывались разведличная утварь, иногда лошади, иногда даже слуг хоронили вместе с знатным вельможей, скажем, вождем или каганом, так что, или канунгом. Это все свидетельствовало, что древние начальные религиозные представления зародились очень давно, от семидесяти до сорока тысяч лет тому назад. Древние люди верили в духа, в загробную жизнь, почитали своих предков. С помощью магических обрядов и заклинаний, а также особых предметов, амулетов, они пытались обеспечить себе успешную охоту. Защититься от стихийных бедствий провожали в мир иной умерших. С религиозными верованиями было связано первобытное искусство. Рисунки, высеченные на скалах и волнах, так называемые петроглифы, рассказывают о жизни древнего человека. Живописные изображения мамонта, лошадей, носорога в эпохе Паолита обнаружены на стенах Каповой пещеры на Южном Урале. Похожие росписи, сцены охоты на бизонов, диких оленей и быков, открыты в разных точках планеты. Таковые имеются, например, в пещерах Ласка на юге Франции, в пещерах Альтамира в Испании. На островах реки Вык, вблизи Белого моря, найдено самое древнее в Европе наскальное изображение человека. Притом на лыжах. И это пять с половиной тысяч лет назад. К этому же времени относятся изображения птиц, животных, людей, лодок, выбитые на прибрежных скалах Онежского озера в Карелии. Из кости, дерева и камня люди вырезали небольшие скульптуры. В костенках под городом Воронежем, Воронежская область, центр, найдены фигурки женщин, выполненные из камня и кости. Так называемые палеотические венеры из костенок известны во всем мире. Уникальные первобытные скульптуры археологи нашли на стоянке у города Зарайска в Московской области. Зарайский бизон, изготовленный из бивня мамонта, вот эта фигурка, изготовленная из бивня мамонта, считается одним из самых замечательных памятников искусства первобытной эпохи. Задание на дом ответит на три вопроса. Охарактеризовать изображения птиц, животных, людей, водок, выбитые из камня и на скалах в различных местах планеты. Рассказать о скульптурах, фигурах женщин в костенках под Воронежем. Третий вопрос. Какие стороны жизни наших предков отражало первобытное искусство? Спасибо за внимание. На следующем занятии мы с вами изучим в пятом видеоуроке появление металлов в Северном Евразии. Или влияние использования металлов в Северной Евразии. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok